100 раз так делали, сделаем в 3 раза дешевле Мне чуть лицо не набили Что получилось, что получилось Ты че охренел? Нахрена ты это сделал? Ты вот, ну, смотри, у меня все руки побиты, поколоты, порезаны Ты мог мне написать, Саша, ну дай там скидочку, а ты не сказал Да, мы же продавали, мы все купили Оборот какой? Сколько? То есть этот бизнес уже, ну, грубо говоря, он уже связан с политикой Я поставил себе цели очень амбициозные, да? И если бы они были просто с финансами, то у меня было бы неинтересно Строители, они в принципе одинаковые Строители, как сказать, они такие посидевшие люди Без этого работать не будет Деньги? Ну, объективно Вот где конкуренция Утро понедельника было, теперь у тебя вечер пятницы, значит, будет Итак, всем привет Сегодня у нас Александр Дубовенко, Goodwood Да, привет Привет, привет Вчера мы были на мероприятии House Business Day А сегодня у нас подкаст То есть вот такая история Поэтому у нас нет правил Говорим о чем хотим и так далее Все, мы, в общем, поехали Мы готовились Я сделал, как всегда, сторис Я обычно делаю сторис Спрашиваю, ребята, там у меня будет такой-то, такой-то гость Задавайте вопросы И там будут вопросы в конце Вот В целом, знаешь, с чего бы нам начать? Многие не знают, возможно, да, грубо говоря, кто Хотя я думаю, очень много знают кто В двух словах, кто такой Александр Дубовенко и что такое Goodwood? В двух словах, ну буквально В двух словах попробую объяснить Я являюсь основателем строительной компании, которая работает в малоэтажном строительстве То есть мы строим индивидуальные дома И вот в сегменте, ну скажем так, 10 и более миллионов рублей Вот в таком более-менее хорошем сегменте Мы сейчас занимаем лидирующую позицию То есть мы как бы самые большие Но мы, наверное, размер не главное Да, главное то, что мы хотим стать лучшей компанией Именно по качеству, по сервису, по всему Ну так и есть, судя по отзывам и судя по вот фону, да, который я вижу Потому что, ну, я давно слежу, если честно То есть я заглядываю в эту нишу постоянно Я давно слежу, поэтому вот какие-то первые вот эти вот еще Когда я увидел, по-моему, Портнягина первый раз Вот И оттуда уже я перешел и прям смотрю Как, почему? Как началось? С чего я начал? Просто вот что есть примерно сейчас, я понимаю Там 300 домов Да, начинали 15 лет назад Вот, и я был айтишником И мы фактически Вот откуда системность, я понял Да-да-да, я заканчивал МГУ, факультет ВМК То есть это именно факультет, связанный с программированием Номер один в России, наверное Ну или какой-то там один из Вот, и начинал я как раз с айтишных дел Я пытался все автоматизировать И, кстати, тогда я думал, что можно Что должно быть автоматизировано все И поэтому, наверное, компания более-менее быстро росла И параллельно с этим я строил дом сам себе И познакомился с таким материалом, как клееный брус И вот я понял, что здесь настолько все плохо в стройке Ну, как и в ремонте, наверное, тоже было все очень грустно Что надо сделать все по-человечески От собственной боли, как обычно Конечно, да И ты сразу подошел суперсистемно получается То есть 15 лет назад ты строил себе дом А сейчас вы делаете 300 домов И то это ограничение для вас Да, это ограничение Потому что я не хочу Вот мы сейчас прошлись по твоему офису И я вижу, как твои коллеги, сотрудники На тебя смотрят Да, и никто не прячет голову в песок Да, от страха, что ты зашел в комнату А представляешь, когда у меня компания разрослась В какой-то момент настолько, что один другом показывает Это он идет, понимаешь? Честно сказать, я представляю только Когда мы там маленькие Да, да, это он, представляешь И лучше все там А если ты просто кого-то, как это называется, вызываешь Это даже не приглашаешь, а вызываешь У людей там 5 килограмм веса теряли от страха И не спали потом перед этим Вот, и я понял, что это полная фигня Это не работает А, да, при этом все эти финансовые показатели Они только хуже и хуже Потому что чем больше, тем... Вот, и я понял, что надо вот найти Какой-то оптимальный размер Где все-таки можно быть относительно большими Но при этом, чтобы не вот эти... Не превращаться в корпорацию И вот в этой бюрократии Вот этом всем не потопать Почему ты выбрал именно дерево в начале? Ты знаешь, началось с этого Это случайно Потому что мы именно сами себе строили дом из клееного бруса Так получилось Почему клееный брус? Участок был в лесу Участок был в лесу То есть дерево было почти автоматически Ну, потому что он там лучше вписывался А потом мы, так как айтишник И все прогрессивно Я еще был всяким а-ля гаджетоман То есть у меня были все должны быть Еще айфонов не было Но у меня все равно должно быть Все самое последнее, что вышло Сейчас меня отпустило Мне вообще это все равно Да, естественно Но ты наверняка тоже помнишь Такой период был, когда... Да Да, вот надо все, чтобы было На следующий день после того, как появилось Вот, и клееный брус Ну, как мог быть не клееный брус? Это же как бы верхушка Деревянного домостроения Вот, поэтому начали с этого А теперь, конечно, мы перешли в сторону того Что мы не будем навязывать никакие материалы И, кстати, у вас подход, я вижу, точно такой же Да, то есть есть качественное Абсолютно, да И есть некачественное С некачественным вы не связываетесь А качественное, пожалуйста, выбирайте Такой котел, такой котел, такой радиатор Такой радиатор Ну, понимаешь, мы работаем с конечниками Конечно Понимаешь, да, то есть если бы мы одна история на продажу Одна история, там, что-то еще То есть мы оказали бы такие-то А мы оказываем услуги Конечно И в таком сегменте еще Ну, мы работаем супер премиум Сложный сегмент Не хочу, устал Ну, объективно Что еще я хотел сказать Ну, по поводу сотрудников То есть, чтобы для зрителей Количество В компании 200 человек работает в офисе 150 на производство клееного бруса Ну, домокомплектов, точнее Там не только клееный брус Там еще много всего Склады И 700 примерно работает в полях Ну, бригады, соответственно Офигеть Сейчас мы дойдем дальше Теперь по поводу офиса Насколько я знаю Это самое большое деревянное Самое высокое, по-моему Или самое какое-то широкое Я вот не помню точно Я где-то видел Что у тебя такое здание Ты построил здание Которое является каким-то, ну Уникальным в России или Европе Ты знаешь Я вот в Ютьюбе уже не первый год плаваю Я всегда очень боюсь говорить Самое большое Почему? Потому что даже если оно где-то самое большое Все начинает Это возбуждает людей Поэтому это одно из самых больших Офисных зданий в мире Не будем уточнять, да Вот одно из, пожалуйста Деревянных именно Деревянных, конечно, деревянных Да, извиняюсь Это же понятно Люди понимали Да Одно из самых больших Деревянных офисных зданий в мире И это единственная шестиэтажка Деревянная в России Потому что все остальные здания Они меньшее количество этажей Но все впереди Ну вот сейчас СЛТ, Сигежи и так далее То есть они Я просто боюсь Может они уже построили Двенадцать этажей Но это не принципиально Потому что Ну вот хорошо Такое было уже Пусть оно топ-5 Какая разница Просто оно очень большое Да А это эго Или это просто Хотел показать технологию Что, почему ты решил Такое Да, конечно Это тупость Тупость, эго И не дай бог Людям подобными вещами болеть Вот Потому что сейчас Меня отпустил Я понимаю Что ж ты надел На хрена ты это сделал Вот А где территория находится Я просто видел Там этого сотрудника Да, в Зеленоград Да, в Зеленоград Но это наша основная база Там сейчас Мы все находимся Да, действительно Какой-то юношеский максимализм Да, там То есть Ты становишься сначала Ну просто Болонятый сотрудник Да, потом ты становишься Типа бизнесменом Типа, да То есть путь был такой, да Да И ты И ты начинаешь Вот у тебя там Больше, 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 больше Ну есть люди Которые ходят В какие-то яхты Ну вот это все, да Вертолет Там еще что-нибудь Какую-нибудь машину Там Rolls-Royce Да А мне почему-то это Не возбуждает меня Вот Rolls-Royce Там, да И вот это Почему-то совершенно Вот Я дай-ка долбану Я такое Здание Чтобы вот все просто Как только видели Вот падали в обморок От этого Помогло Ну вот клиент приходит Он же вдохновляется Ну ты понимаешь С одной стороны Да Это происходит Но с другой стороны Глупость полнейшая Потому что условно На вид Отличить Здание Допустим 4 тысячи метров От 500 Ну да Кто-то профессионал Быстро поймет Но вот По большому счету Первое впечатление Можно Большую стекляшку На 500 метров Построить Деревянную Сделать там Все хорошо Обустроить И в принципе Особой разницы Не будет Все будет хорошо Но это бы уже Давно было достроено А тут мы мучаемся В эксплуатации А то есть там еще кто-то Да Нет Мы Только мы Только мы Но во-первых Нам не нужна такая площадь Нам нужна четверть И оно будет просто там А это на всякий случай Пусть фитнес будет Для сотрудников А это на всякий случай Продолжение Такой бирюзовый офис Я просто Да-да-да Да-да-да Вот А тут вот площадочка Куда можно кофе выпить С видом на зоопарк У нас там свой зоопарк И пруд с лебедями Ну вот То есть Вот такое Но зато Конечно Есть у нас задача Интересная Я хочу чтобы Об этом вчера говорил Кстати ты слышал Чтобы все друзья Нашим сотрудникам Наших сотрудников Завидовали Что они у меня работают Ну в компании Гудвуд Вот И это один из элементов Да Потому что Мы потом сделаем Чтобы можно было Туда приводить Вот как в гугле Да ты можешь Раз в месяц Привезти любого Кого угодно К себе на работу На день И он может Пользоваться всей инфраструктурой Фитнесом Там едой И всем остальным Мы тоже будем Такое делать Чтобы можно было С детьми прийти Там сдать Ну вот такое вот Слушай А иерархия большая Как у вас Распределяется Ну мы Мы практикуем Бирюзовые практики Да Только Холократии Да Не надо думать только Что это что-то там Религиозное Или сектантское Я прекрасно понимаю Я знаю что такое Холократия Да Ты это знаешь Не верю особо в это Ну как Не то что не верю Я верю что В верхней шапке управления Это возможно С линейными сотрудниками Нет Да Ты абсолютно прав Смотри Мы кстати можем Подискутировать Если это Вписывается В наш формат В наш формат Потому что То что ты не веришь В холократию Не веришь в Бирюзу Это правда Я готов Подтвердить твои слова Потому что Ну во-первых У нас точно Одна из самых известных Именно Вишь я говорю Специально Одна из Я понял Понял Я сразу бы Самая известная Строительная компания Вот И тем более Которая активно Внедряет Бирюзовые практики То есть я фанат Всей этой темы Но Тем не менее Я подтверждаю Что бирюзовых Организаций Не существует Более того Я не просто Голословно Это утверждаю Есть книга С которой все пошло Открывая Организации будущего Ты ее Наверное читал Или знаешь Вот Я ее прочитал И я лично Был в каждой компании Которая там описана В каждой В США Там Сан-Франциско Вегас Ну в общем Это какое там Западное Правильно Западное побережье Да США Вот лично объездил Вместе с Бехтеровым Который тоже Это все Сергеем пропагандирует Ты знаешь его Наверное тоже Ну у него школа Не школа У него школа Вот это все И Когда мы были Вот в одной из самых Там описанных Помидорных компаний Значит Мы выхватываем Говорим Вы вот бирюзовые Потому что одно дело Они так говорят А потом лично Вы бирюзовая организация Там туда-сюда Говорит Что вы взяли Ну вот у вас там Нет начальников Как нет начальников Есть у нас начальники Вот Ну а как вот в книге написано Так это что К нам вопрос Это вы идите к автору И спросите у него Почему он вот так написал Вот Это с одной стороны То есть я подтверждаю Нет таких С другой стороны С другой стороны Ты отлично знаешь Отлично знаешь Что есть компании Далеко ходить не будем Намекать ни на кого Но тем не менее Есть компании Где есть Лицо номер один Полный самодор Да Которого жутко боятся И он абсолютно Не слышит Ничего Из своего окружения Да Считает себя самым умным И постоянно дает Какие-то распоряжения А если кто Значит Хотя бы на один процент С ним не согласен Тот нахрен увольняется Он Вот это первое лицо Оно потом действует везде Там начальники копируют Поведение Это первое лицо Значит Напускает на себя Значит Напыщенность Не воспринимает Обратную связь Да Куча иерархии Да Внизу пешка Сверху Вот Это вот обычная Классическая организация Вот И есть люди Которые Как ты говоришь Не вера в холокарте Есть люди Которые Верят только Вот в эту жесткую пирамиду И что по-другому Вообще быть не может А есть люди Которые пытаются Что-то Знаешь Такое сделать Что-то вот Где-то там Когда первое лицо Не боится Там Чтобы над ним Посмеялись Или его просто послали Вот Я говорю Там своему коллеге Там Сергею По производству Сергей Давай-ка Может быть Начнем производить Там Окна Например Так Саша Выдохни Выдохни Забудь Забудь Эти мысли Понимаешь Я говорю Все-все Сергей Анатольевич Я тоже самое Я сегодня хотел всех отпустить Они говорят Нет Будем работать Пойдем Сегодня день Кстати Мы обычно ночью снимаем Сейчас день Вот Это хорошо Согласен Классно Я пришел Если ты еще одну идею Принесешь нам В офис Типа До Нового года Пожалуйста Все хватит Ну типа Пожалуйста Я говорю Все Если я еще что-нибудь Предвожу Все Скажите мне Что нет Все Мы этим проектом Не занимаемся То есть Мы занимаемся Тем Что у нас есть Вот И что касается Проектов То есть Я получается Что Что Я получается Перестал их запускать То есть Раньше Как я был Все Я придумал проект С завтрашнего дня Занимаемся Вот этим Ты делаешь Что-то Ты делаешь Что-то Во-первых Они не хотят Не они это придумали И чтобы это заработало Приходится неимоверное усилие делать Продавливать Да Тащить Это А сейчас Я даже Я сейчас Вбрасываю идею О Кстати А вот Что вы думаете Вот Если бы мы Вот это Сделали И часть Идет Не Это все Чушь Вообще Забудь И я Действительно Забываю Все Не проблема Может Оно было И не чушь Но Если команде Это не зашло Зачем Нет смысла Лучше что-нибудь другое Придумать Что А в какой-то момент О класс Вообще Класс Я закинул идею Они прям В восторге Сейчас прям Прилично Как бы сказать Кипятком Входят в туалет Вот Пример Вот идея Два дня назад пришла Можете предпринимать Или брать на заметку И кстати Может быть Вы тоже можете Где-то брать на заметку Значит У нас есть Проблема Что В некоторых заказчиках Там есть какие-то Долгые Допустим Неприемки Вот этап сделали Там тоже Долгые не принимают Да Один раз приняли Точнее Инженер выехал Не принял Да А потом Значит И допустим Через неделю Через две Через три До сих пор Этап не принят Значит Там Явно Какая-то проблема Да Вот И Иногда Начинает клиент Жаловаться Ну в том числе Мне То есть Это противовес Да Что если что-то Не это А иногда Вот по каким-то причинам Заказчик не жалуется И менеджер Не поднимает вопрос Да И Заказчик не жалуется Менеджер не поднимает вопрос И вроде как Не приняли Все довольны А для компаний Это плохо То есть Что-то там случилось Надо как-то Реагировать Сейчас Мы Я вкинул идею Команда Поддержала Очень радостно Значит У нас Мы вешаем Специальный экран У всех В рабочем месте С фоткой Менеджера Да И У него написано Проблемные клиенты Вот Заказчик Такой-то С фамилией И не принято То-то-то Уже там Столько-то дней Это у Руководителя проекта Они посреди Какого-то дома Да-да-да У нас менеджеры Сидят в офисе Которые ведут Заказчика И соответственно Если у них Вот есть Какие-то такие Вот неприемки Оно просто Вот будет Мигать И все Мимо будут ходить Скажут А чего у тебя там С этим Ну то есть Он как бы Не то что Его там Какой-то Ругать Лишать премию Он просто Он знает Что он Он висит У всех На экране И каждый Вот может Подходить Что там такое Немножко Вот внутрянки А как задания Вы даете Друг другу То есть в чем Что это за IT У нас есть Телеграм-бот Который мы Сами сделали И постановка Задач Занимает Очень-очень Мало времени То есть Самое Ну секундочку Вот где-то Проект где-то Создается То есть там Не знаю Там Bittrex Asana Что-то еще Смотри Есть разные Есть разные Как бы задачи Есть все Что связано С текущей работой Да Текущая работа Это у нас Базируется На базе 1С То есть у нас в 1С В качестве базы данных А все Так сказать Все взаимодействие Между Ответственными людьми Ну вот допустим HR департамент У него задача Нанять там Не знаю Там 10 прорабов Да Например Мы не хватаем Что дальше происходит Значит Если Если это Задача Я просто Сейчас Точно Тебе не скажу Про конкретно Эту задачу Есть задачи Которые связаны С текущими процессами У которых Описанные процессы Да Они все в 1С И там Взаимодействуют Через специальный Наш внутренний бот Нашей компании Есть задача Разовая То есть если я Прошу там Кто-то чего-то просит Что-то внедрить Что-то улучшить Что-то еще что-то Вот разовые задачи Они находятся в телеграме Их больше нет нигде Ни в каком Ни осане Ничего Вот И сам Ну в боте в этом И сам бот Напоминать будет И первому И второму А когда я Когда закончил То есть статус Я сделал Ты нажимаешь кнопочку Значит Сдать задачу Я вижу Понимаю Что вот я эту задачу Написал Да В боте То есть я допустим К тебе прилетает Что такой-то Такой-то хочет Сдать задачу Нажимаешь кнопочку Принять Или не принять Понятно И все То есть дальше Это все Какие-то такие линейки Графики Не строятся И более того Нет Не строятся Это разовые только вещи Это максимально Чтобы максимально упростить А если что-то техническое Ну то есть допустим Там вы разработали Не знаю Новое окно в потолке Или там нужно сделать Не знаю Какую-нибудь дверь Такую Или там проход Что-то еще Техническое задание Которое нужно описывать Там не знаю Да Есть Есть конечно Там сидят и в битриксе Признаюсь Да Мы просто не ограничиваем Мы не внедряем Централизованный инструмент На всю компанию То есть есть вот Отдел R&D Да Который разрабатывает Вот такие вещи Вот Кто-то Кому-то удобно Пользуется Вот допустим Четыре человека в подчинении Да Он говорит Вот у меня команда Мне удобно Там в Асане Раздать задачи Да Кто-то сидит в Асане Кто-то в битриксе Кто-то в слаке Я знаю До сих пор сидят Вот То есть в принципе Мы не навязываем То есть общей корпоративной Какой-то истории Мне очень нравятся Обычные телеграм-чаты Мне даже Да Там может быть Не так все структурировано Да Но зато очень удобно Ты создал С нужными людьми И ты там Решаешь задачу Потом закрыл все И перестаешь в нем читать Он там куда-то уходит А как ты сам следишь За вот ключевых Сколько ключевых сотрудников Вот ключевых Я имею в виду тех Кто вот прям Вообще Вот эта иерархия Какая она Ну да У нас Как я уже говорил Максимально плоская шкала Ключевых сотрудников У нас Порядка 35 Вот И Значит Ну во-первых Их надо помнить Аминь Да Значит Я в этой Забыл как называется программа Вот как вы показывали Когда из дерева листья вот эти выходят Все я понял Ну там Иксмайн Иксмайн Да Типа иксмайн Там Ну конечно не скромно Миру хорошие Значит Первый кружочек я написал я Да Хотя неправильно Это некрасиво Надо написать было Гудвуд там Или что-нибудь такое Вот Или просто написать ядро Да там Человек который построил Самое высокое День из дерева Может я написал Да Ну вот Ну не скромно Но это так Сам для себя Вот И дальше интересная вещь Значит Дальше написано Первый вагон И второй вагон А вот так Да То есть на два вагона Значит первый вагон Это все что связано Иерархия какая Уже вот такая Раз-раз Да Раз-раз Но у вагона нет Не в ширину Вниз пошла Да Но у вагона нет руководителей Они там Да Это просто вот подразделения Они как бы едут Назовываем их подразделения Да Так вот первый вагон Это все Там пиар например Это все что связано с продажами А все Пиар и все Вот Вагон Да Первый И там люди ключевые Там все что связано с маркетингом Там руководители Так называемого отдела продаж, но у нас нет руководителя отдела продаж, у нас есть в каждом отделе продаж старший менеджер. В каждом отделе продаж, то есть несколько отделов продаж. Да, и три отдела продаж. Они разные? Территориально, потому что у нас Зиноград, Москва и Санкт-Петербург. Вот. А, еще один отдел продаж, кстати, инженерных систем. То есть это... Началось, да, все-таки? Мы же к этому не дошли по поводу инженерки внутри. Да, но мы ее делаем, да, мы ее делаем. Вот, поэтому... А там немножко отдельные нужны знания, естественно, да, потому что... Поэтому там свой отдел продаж тоже. Четыре отдела продаж. В каждом отделе у нас нет руководителя, у нас есть старший менеджер. Вот. Дальше архитектурный отдел, ну там еще маркетинг, пиар. Вот это все, что связано с первым вагоном. Колл-центр. Первый вагон. Второй вагон — это все, что связано с выполнением работы физически. Да? Вот. Это там клиентские менеджеры, они же аккаунт-менеджеры. Ну, грубо говоря, производство. Да, строители, там производство, там снабжение, там инженеры технического надзора, там обслуживание домов, отдел ТО, да, там отдел рекламации, все, что связано с исправлением. Конструкторы по большой стройке, ну вот эти вот КЖ, КД, КМ по металлу. Дальше инженеры-проектировщики по ВВК, по электрике, сметчики всякие там по отделке, черновую отделку. Мы делаем, чистовую не делаем. Вот. Почему? Чуть-чуть перебью. А, да пожалуйста. Мы же договорились. Мы договорились, что ты можешь меня перебивать сколько угодно. Более того, мы можем возвращаться потом туда. Да, давай будем возвращаться. А можем раз перебил их. Да, так и будет. У меня просто вот такой, мне очень интересно, это очень интересный подкаст лично для меня, поэтому мне интересно внутрянку. Возможно, не всем будет интересно. Поэтому перебивай на здоровье. Но я уверен, что твои фанаты, вот эти вот, все, кого я видел вчера, которые вот так просто окружают тебя сразу, им это будет мега круто, потому что ты сейчас рассказал очень много внутрянку. Я ожидал, что ты скажешь, у меня пять департаментов таких, пять таких, пять таких. Нет, у меня два. Вот, так вот. Отделку. Почему внутрянку? Да, почему вы все делаете? Вот вы же позиционируете, вы же конечником, вы же работаете с конечником, то есть вы не делаете дома на продажу, вы, ну то есть работаете, но вы говорите, нет, мы вам делаем вот вот брус, дальше сами. Дальше сами, да. Дело в том, что в какой-то момент... Что входит? У вас несколько пакетов, да, наверное, какой-то вот там пакет с просто пустой голой. Примерно так, ты абсолютно прав. Значит, действительно именно пакетом, потому что помнишь, когда я говорил, что мы ограничили не более 300 домов. Да. Одно из способов ограничения, либо весь пакет, либо нет. Да, то есть это тоже, условно, давление на покупателя. А то есть в первом пакете состоит, ну мы называем это большая стройка, это фундамент, стены, кровля, окна. Фундамент скольких типов, в зависимости от того, где строим? Конечно, там несколько типов. Вот, но мы сейчас, чтобы далеко не углубляться, чтобы дойти до этого. Вот, а второй пакет, это называется инженерная система и черновая отделка. Черновая отделка, это перегородки, полы там... Деревянные? Утеплить по-разному, стяжка. То есть, возможно, что перегородки будут из... Конечно, кирпич обычный, эти, как его, забыл, легкие конструкции металлические. Гипсокартон. Нет, я имею в виду вот стойки из... ЛСТК? Ну, типа ЛСТК, только... Гипсокартон, гипсокартон. Да, как-то по-другому у нас это называется. Вот, дальше из керамических блоков, газа этих, пазогребневые блоки, вот все, что можно сделать, и в том числе каркасные перегородки деревянные. Почему не уберешь половину? Потому что половина из этого не жизнеспособна. Ну, да, может, оно и убралось уже. Я тебе примерно скажу, потому что есть... Другой уровень, я понимаю, другой уровень. Это я лезу везде еще пока. Как раз отдел продаж, он знает, что мы делаем, что мы не делаем. Вот, дальше инженерные коммуникации, то есть электрика, и причем в деревянных домах это вообще такая... Да. Скилл крутой, потому что мы же не сверлим на заводе, да? Мы сверлим по месту. А почему? А невозможно узнать, по вашей практике вы же знаете отлично. Человек пока не придет, пальцами не потыкает, он розетку не скажет. Я же уверен, целая куча дизайнеров обращалась к вам и говорили, давайте будем с вами работать, сразу разрабатываем. Конечно, куча, куча. И все были отметены. Пока да. Нет, мы пробовали, но потом не получилось. Так вот, пока мы делаем черновой. Почему не делаем чистовую? Попробую ответить на твой вопрос. Дело в том, что в какой-то момент я решил, что все, что мы делаем, мы делаем либо качественно, либо не делаем. Вот, в отделке пока ничего не получается. То есть обязательно какие-то косяки, и дальше вот обязательно человек должен быть на объекте. Да, то есть это какой-то должен быть а-ля авторский надзор, который вот какие-то вот эти все уголки там, вот это вот, знаешь, сглаживает, да, что что-то там куда-то не стыкуется, да, и надо быстро принять на месте какое-то компромиссное решение. То есть условно вся стройка и вся черновая отделка, она может идти удаленно, то есть ты можешь в штабе все спроектировать, туда отправить чертежи монтажников, они все сделают, дальше инженера принять, он примет, все будет хорошо. Как только мы доходим до чистовой отделки, на мой взгляд, невозможно делать без авторского надзора. Да. Должен быть руководитель проекта, руководитель направлений, там целая куча, я тебе могу свою иерархию рассказать. Да, и он должен туда ездить. Сто процентов, без этого работать не будет. Да, у нас работает удаленно, да, то есть нам не надо ездить, и, видимо, это возможно вот до как раз чистовой отделки, потому что как только чистовая, у тебя уже возникают нюансы, да, которые вот на бумаге ты уже обязательно что-то там… Вот бы заказчики-то слышали. Куда-то не приходят, да, и вот, и дальше я начинаю думать. 300 объектов. Где-то половину точно хотят с отделкой. Да. Цикл отделки, наверное, дольше, чем цикл строительства. Сто процентов, конечно. Вот, конечно. Значит, получается, что, что это сколько мне надо, значит, дизайнеров там, наверное… А потом еще, прикинь, рекламации. Да, да, дизайнеров 30-40, да, там, чтобы они все ездили. Дальше. Эта тема, она не работает, и не мне тебе рассказывать, без пула поставщиков, да, с которыми ты имеешь какие-то условия, там, проценты какие-то и так далее, потому что, иначе, это, ну, как бы смешно делать, только зарабатывать на работу. То есть у тебя должна быть какая-то система, да. Дальше, в идеале, как я думаю, значит, если мы же… Нам же говорят, и мебель какую-то подберите, по крайней мере, ванну, а какую там, и кухню, чего. Ну, естественно. Да, то есть нужны шоу-румы, да, то есть мы должны прийти, показать, что кухня тебе нужна вот такая, да. Стоит она условно столько-то, а процентов 30, чтобы мы, так сказать, зарабатывали, да. Иначе вся эта тема не работает. Вот, и все. Ну, то есть это целое… Это выстроить еще один бизнес, который, наверное, сложнее… Менее маржинальный и гораздо сложнее. Сложнее текущего, да. То есть представляешь себе уровень риска в… Это зеленый чай. Уровень риска в отделке, да. То есть таких косяков в стройке не бывает. То есть какие бывают в отделке. Конечно. То есть а цена стоимости ошибки, она вот такая. Вот у тебя вот столько ты зарабатываешь, если ты там разбил плитку, не дай бог что-то там под стяжкой или там внутрь, то есть инженерка, не дай бог что-то с инженеркой, это вообще можно повеситься. Вот. А малярку или там что-то остальное, чистовое, тоже на что вообще смотрят, вообще невозможно сдать без очень крутого человеческого фактора. То есть у тебя должны быть мастера, суперпрофессионалы, потому что у нас же все как? У нас все хотят, ну, чтобы было очень круто и желательно дешево. Ну, даже я сейчас на это, даже те, кто платят хорошие деньги и не смотрят в кошелек, все равно им очень сложно сдать это. Ну, вот я подтверждаю, что сейчас мы, допустим, вынуждены заниматься, как сказать, можно сказать, вынуждены отделкой фасада, потому что это все-таки относится к стройке. Да, это все-таки, да, конечно, да. Дом должен как-то. И вот действительно с этими штукатурными работами наружными уже мы столько там схватываем геморроя, да? Ты же перешел сейчас, то есть у вас же сейчас направление каменных домов пошло, я понимаю, да? А почему так пошло? Ты знаешь, сначала мы… Запросов много, да? Мы одни из первых… От запросов, да? Да, мы одни из первых придумали вот это шале, но не то, что мы придумали, мы придумали еще до моего рождения, а именно как-то массово строить шале вот в России. Полутораэтажный, да. Да, полутораэтажный из разных материалов, просто из деревянных домостроителей, и этим никто не занимался. Им не выгодно было, потому что они считали, зачем мы будем это делать, побольше бы бруса продать своего, без своего производства. Вот, и вообще… И, кстати, эта система до сих пор работает, до сих пор все крупные производители, у них очень большие объемы бруса в домах, то есть конкретно если в кубах, то как бы в одном доме у них 100 кубов, 150 кубов бруса, они любят… А уж если они сделали 200 или 300, они даже гордятся, его круто, и у них производственные мощности достаточно большие, иногда больше нашей. Мы делаем свои там 750 тысяч кубов бруса в месяц. Это не так уж и мало, но у нас в каждом доме 25-30. То есть мы стараемся, наоборот, минимизировать количество клееного бруса. Почему? Потому что очень много комбинированных домов, кирпич плюс клееный брус. Даже если дом чисто деревянный, много одноэтажных, много домов без перегородок, да, то есть чтобы уже внутри каркасные перегородки идут. То есть у нас подход не гнать объемы бруса, а именно количество домов. Сколько технических решений, вот чтобы поднять средний дом, не знаю, там 150 квадратов. У вас есть какой-то технический карты, да, узлов? Да, значит, узлы у нас есть. У нас примерно 1200 узлов, ну вот всего в компании. Ну и соответственно там… Все описано. Да, все описано, эти узлы дорабатываются. Специальный отдел работает над этим постоянно. Работает, и вот вчера, например, какое-то там сообщение в Телеграме, опять же, в чате там для строителей. Там ознакомьтесь, пожалуйста, обновленный узел там кровли, примыкания там чего-то, чего-то. Я говорю, а вы, пожалуйста, не только узел присылайте с обновлением, да, а еще присылайте, что там конкретно изменилось, да, потому что это узел – это хорошо, а что изменилось-то? Ну вот сейчас прям покажу тебе. Ну вот просто я понимаю, что зрители не видят по компасу прислать, просто посмотри, ну примерно вот. И вот такая вот… Обязательно. Я думаю, что у вас все то же самое. Конечно. Ну ты принцип видишь, что оно так вот. Просто пойми, что знаешь, в чем проблема? Все компании, которые занимаются внутренней отделкой, они маленькие. Они маленькие, это хоббистские компании, почти семейные. То есть потому что, ну, не считай, кто занимается премиалкой, то есть кто занимается хорошим ремонтом. Ты знаешь хоть одну большую компанию, кто занимается премиальным ремонтом, и они большие. Ты знаешь, я слышал, и навиганты тоже слышал, только я не знаю, существует она сейчас или нет. В свое время, наверное, это было вот до этих кризисов последних, Веладжо компаний, State, да, они продавали большие дома, и там же у них какая-то компания была, которая делала ремонты, значит, предлагали, по крайней мере. Они просто вот вроде раздули, относительно большую. Но не знаю, насколько у них успешно пошло. Есть несколько девелоперских компаний, просто не хочется называть названия, которые пытались создать внутри себя, потому что они продают много, допустим, таунхаусов. Конечно. Вот, и ты на них знаешь, просто не хочется названия говорить. И они начали делать внутри, ну, карманную ремонтную компанию, да, чтобы кучу-кучу-кучу юнитов своих ремонтировать. Но как-то у них это дело не очень пошло. Они опять же пришли к тому, что лучше продать коробку, и в это дело не лезть, чтобы потом не отвечать, и пусть лучше люди сами там накосячат, или кого-то найдут какие-то мелкие. У меня это прям болит последние несколько лет. Я вот очень много общаюсь с застройщиками сейчас, с девелоперами, с ребятами, у кого строительные компании, именно строительные, не ремонтные, а строительные. И просто банальный пример, то есть мы делаем квартиру, и представь себе, мы заходим в квартиру, просто 120 квадратов, обычная квартира, все такое. У нас просто котлован. Мы заходим только на малярку, в случае того, что у меня есть технические решения, регламенты, куча управленцев, линейные работники. Мы заряжены инструментом так, как вот мало кто в принципе вообще. Вот я имею в виду и инструментами, и управленческими инструментами, и физическими инструментами, и технологиями, и как бы все плюс по 10 лет там в ремонте. Так вот, рядом 4 дома, пик поднял с окнами, свет горит. А мы квартиру одну, прикинь. Я такой думаю, блин, елки-палки. Ну короче, меня не отпускают просто, прикинь. Ну я тебе могу рассказать, чтобы тебя отпустило. Давай. И сразу ты скажешь, ладно, фикс. Что они в минусе. Они не в минусе. Вот бизнес всех в России, по крайней мере, всех вот подобных компаний, которые ты называл, он не в том, чтобы строить дома, а в том, чтобы найти правильный участок, и правильно договориться с мэрией города и так далее. А уже строить это могут быть субпотребчики, кто угодно, чего угодно. То есть этот бизнес уже, ну грубо говоря, он уже связан с политикой. Ну и понятно, что завидовать там, что кто-то качает скважину, кто-то это. То есть это отдельный бизнес. Он прикольный, но он не наш. То есть он не предпринимательский, так скажем. А вот сделать отделки в квартирах, это предпринимательский бизнес. Это чистая вода предпринимательства. Да, и это круто. Я бы даже сказал, это какое-то ремесленничество. Это на грани с ремесленничеством. Это на грани с ремесленничеством. Потому что у меня все руки побиты, поколоты, порезаны. То есть у меня все такие управленцы. Потому что другие вообще не приживаются. Они просто не приживаются. Просто невозможно. То есть он проходит определенный этап, что-то понимает, осмысляет. Психология – это просто… Представляешь, какая должна быть стрессоустройчивость у управленца ремонта? Ну, у строителей тоже есть. Да, я краны переворачивал. Чего у меня только не было. Короче, я имею в виду из больших. Потому что, конечно, строители, как сказать, они такие посидевшие вещи люди. Да, да, да. Поэтому это нормально. Да, работа непростая. Но в этом, кстати, челлендж для тебя, как для руководителей, для меня. Потому что сделать систему там, где система напрашивается, это легко. А вот сделать систему там, где, казалось бы, на первый взгляд, вообще невозможно эту систему сделать. Потому что это сплошное… Типа лет 10 назад, когда мне говорили, Рувим, если ты не сделаешь какую-то систему, но бизнес хоть как-то не оцифруешь, ты умрешь. Все, короче, там типа там… И я всегда ходил, я такой еду в машине, такой думаю, что мне оцифровывать, елки-палки, что там, ну не знаю, WhatsApp, чат создать, что оцифровывать. Потом потихоньку ко мне пришло понимание, мы шли общение, во-первых, другие люди. И я стал понимать, ага, вот это, оказывается, нужно сделать. Регламенты какие-то, есть должностные инструкции, нифига себе, смета нормальная, прайс, ничего себе, как это все… И пошло-пошло-пошло, вот, и мы вот выросли. И теперь мы плавно перешли к Академии Goodwood. Или как это, вот мне просто интересно. То есть я понял, что я стал учиться сам, стал учить других, причем внутри, внутри мы как бы вообще это никуда не выходили. Я думаю, у тебя такой же путь. То есть вот откуда вы это все? Да, ты имеешь в виду про стажировки, да? Стажировки, да. Называется это Сердет Академия. У тебя же есть корп, университет какой-нибудь? Да, конечно. На такую огромную компанию без этого вообще никак. Конечно, конечно. Вот, да, действительно, мы в какой-то момент стали понимать, что мы как бы отвечаем, в том числе, за развитие рынка в целом. Ну и как у тебя… Сто процентов. Такая же история. И это, кстати, даже выгодно. Кто-то может подумать, а что вы там конкурентов учите, да? А на самом деле… Ты это слышал сто раз, да? Нет, я подрался. Мне чуть лицо не набили. Когда, короче, я первое видео сделал, ну, у меня вся вот моя популярность, может, ты знаешь, нет, там какая-то условная, да? Она пришла, я делал мастер-классы. Я стал делать мастер-классы там по штукатурке, там по электрике и так далее. И мне мои же ребята, с кем я был, они говорят, ты что охренел? Ты типа, ну, ты что, ты охренел? Ты всем показал, как нужно штукатурить там вверх-вниз? Ну, то есть вот представь, было сильное сопротивление, очень сильное. Вот что такое стажировка у вас? Стажировка. Сейчас вот насчет конкуренции поговорим. Значит, что вас чуть не пробили. На самом деле мы все конкурируем не с теми, кто делает хорошо, да? А мы конкурируем с теми, кто говорит, да нет, это все не надо, давай мы тут сто раз так делали, сделаем в три раза дешевле. Да. Вот главные конкуренты. И больше всего способствует конкуренту, вот такой конкуренции, безграмотность заказчика. Да, то есть, потому что у тебя это стоит работа, там, штукатурка, условно, там, 3000 рублей за метр. Да, у кто-то скажет, я сделал за 500, и вообще это разводят, у них там маркетинг дорогой, вон, студии, все такое. А мы, вон-то, работяги нормальные, сейчас все сделаем. Вот где конкуренция. И повышая грамотность заказчика, да, кто-то там научится, да и слава богу. И что, если кто-то еще, кроме вас, будет научиться правильной штукатурой, слава богу, меньше будет всякого фигни построенного вокруг, да, и там отваливающихся обоев. Но мы же отлично понимаем, что 90% рынка, это как был трэш, так и будет трэш. Вот, и пусть хотя бы вот это премиум-сегмент, как ты говоришь, ну пусть он будет там, хоть какой-то процент наберет. Вот, а наша задача воспитать, как бы, заказчика, чтобы дорогое, это не значит, что ты заплачешь больше, ты иногда меньше заплачешь, да, потому что потом же… 100%, если грамотно подготовишься, грамотный проект, вообще проектирование залог всего, но это ладно. Да, но это и у тебя больше времени, это все прослужит. Что толку, что ты сделаешь дешевле, потом все переделаешь, все отвалится, все будет там, плесенью все покроется и так далее. Вот, а в нашем случае отделка может и дом испортить, да, там влагонакопление и все остальное. Конечно. И вы начали делать обучение внутри, правильно? Да, ты стал… Да, конечно, внутри мы всегда делали, а вот последние несколько лет мы занимаемся тем, что мы обучаем… Называется стажировка. Да, предпринимателей, не только конкретным вопросом, ну, как краны крутить, да. Да, да, да. Это лучше, чем ты, никто не расскажет. И мы будем у тебя учиться. А вот именно как строить бизнес похожий, да, вот именно управленческие вещи, да, как там правильно финансы учитывать, как правильно там искать бригады, как где прорабов там, какая у них должна быть система, какая система должна быть там, мотивацию продавцов, как им учить, где найти архитектов, ну, вот такого, ну, в плане стройки. Мы начали все учить, и мы сами показываем, как у нас работает. То есть мы открываем наши цифры, наши дашборды, многие говорят, а как вы показываете цифры? Там, я говорю, вот смотрите, мы в этом месяце стратили 47 миллионов на обычные вот управленческие расходы, да. Вот, вот зарплата, вот налоги, вот айтишные… Ну, перельку полностью показалось. Да, да, вот она. А как вы так показываете? Я говорю, а что такого? Я не понимаю, собственно, в чем проблема-то? Почему нас вот все привыкли там, это все скрывать, пожалуйста? После EGS, после EGS ко мне подошли ребята, меня там сильно тоже, кстати, окружили, помнишь, EGS? Конечно, конечно, помню. Вот, там как раз я прокомментировал. Твое выступление очень понравилось, да. Спасибо. Я иногда даю консультации, то есть, вот. И получается, что ко мне пришел один человек, кстати, я ему просто показываю перельку, показал, как он показал эти самые объекты, то есть, он такой смотрит и говорит, блин, у нас хрен, кто что кому показывает. Я говорю, ну, я не знаю, как бы, ну, а что тут такого? То есть, я ему показал прям всю внутрянку, что как у нас иерархию, всю дисциплину, все-все-все. Вот он из стройки пришел ко мне, типа, в отделку и говорит, блин, у вас гораздо сложнее, такой, знаете, говорит, вообще жесть, что у вас происходит, у нас гораздо проще. И знаешь, меня каждый раз это прям так бьет, прям вообще вот каждый раз я общаюсь с ребятами, кто занимается стройкой, и мы, у нас очень хорошая, у вас, у вас тоже хорошая комьюнити, у вас очень добрая комьюнити, кстати, я хочу сказать. А, ну да, ты все это как раз увидел на двух форумах. Да, люди вообще одинаковые, на самом деле, что вот строители, они в принципе, такая же тусовка, все то же самое вечером, вот один разговор, один, что, может, в баню поедем, да, уже можно, короче, да, давай, поехали. Я прям кайфанул очень сильно. И переходим тогда уже к хаос бизнес-дей. Хорошо, я понял про академию, то есть, ты стал учить, еще раз, давай, финальную академию. Стали делать, и что? Да, мы стали для предпринимателей. И ты их потом нанимаешь, кого-то из тех, кто у тебя проходит академию? Ну, ты знаешь, бывают такие случаи. Конечно, да. Более того, есть случаи тоже удивительные, что клиентами становятся, то есть, это, по идее, сначала придумано для… А, ничего себе. Да, то есть, люди где-то начинают, вот у нас, например, один раз Северсталь целиком, включая генерального директора, заказали стажировку, потому что… Они к нам приходили, кстати. Да, они решили, они решили вот эти все бирюзовые дела, да, там, ну, просто они вот решили многому всему учиться, видимо, они много стажиров посетили, включая наши. Потом кто-то из них стал, увидел, о, классно, давайте дом закажу. Многие хитрые клиенты. Я делал просто, извини, заварить дом, проект у меня такой на ютубе есть, я там сделал, ну, грубо говоря, 7-метровую такую историю, там, очень технологичную, прикольную, потом покажу тебе. И они смотрели, вот, за вредом, эта серия роликов была, и они смотрели, и мы просто потом с ними общались, потому что металл их не штука, вот, и мы там договорились на технические карты, там еще на определенные вещи, вот, итак, house business day, вот, house business day. Это же переросло оттуда, правильно? Да, это чисто. Что первое было? Сначала были стажировки, и получилось, действительно, набралось некое комьюнити, плюс еще у нас есть телеграм-канал достаточно большой у меня. А когда был в этот момент ютуб, извини, я вот, я, я просто не пойму, вот, когда это времена стажировки, ютуб или ютуб стажировки. Сначала началось все с ютуба, потом пошли стажировки, потом стажировки прям параллельно с телеграм-каналом, вот, и телеграм-канал, там, тысяч 80, примерно, подписчиков, то есть это много для телеграма. Я читаю, да, я знаю. Читаешь, и вот, к нему привязан чат, вот, и там сидит где-то сколько-то тысяч человек, там, тысячи три, и есть порядка 10 модераторов, то есть это, причем это люди сами, как бы, сами себя из комьюнити, да, сами выбрали, ну, такие более-менее вменяемые, адекватные, да, и вот, соответственно, потому что там в чатах без модераторов тяжело, вот, чтобы не было рекламы, не было всяких там неприличностей, всяких там то какая-то политика, то продажи каких-то сексуальных услуг и все остальное, вот, в чатах периодически. Вот, у нас модераторы 10, они спят в противофазе, да, то есть есть жаворонки, которые где-то в 7 утра встают и его тоже чистят, а есть те, кто до 3, до 4 не спит, и вот эта пауза с 3 до 7, когда модераторы спят, вот, самое неприличное происходит там, но потом с утра первый модератор жаворонок зачищает это все. Ну, естественно, банят сразу, кто это все пишет, но так-то в любой может зайти, поэтому это бесконечный процесс, вот, и потом в какой-то момент возникла идея, что давайте сделаем оффлайн мероприятие такое, честно говоря, я бы сам никогда бы до этого не догадался, если бы меня не пригласил как спикер Михаил Таковинин Ама-конференция. Ама-конференция, все, понял. Был, не был. Я был, я понял. Вот, был. Я был там спикером, и в том числе Миша, ну, как-то он со мной вообще хорошо общается, не знаю, увидел меня все-таки айтишника бывшего. Да, да, да. Ну, то есть мы там типа дружки такие, да. И он мне, почему это повлияло, сейчас расскажу. Он мне показал все за кулисе, да, то есть он не просто спикер это одно, а когда он провел меня и рассказал, как это все работает, что вот здесь там трансляция, здесь вот это, здесь вот это. Ты понял внутряночку, да? Да, 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 показал всю раскладку, да, то есть сколько чего стоит, где как это. И я в какой-то момент, ну, это такая, может, зависть, да, но белая зависть, это же зависть, это не самое плохое чувство. Я говорю, о, блин, а почему мы такой вот, а может, давай попробуем то же самое, то есть а мы это одно, да, а вот для строителей сделаем. У меня такая же история. Да, вот сейчас расскажешь, потому что мне лично очень интересно, расскажешь, потому что мне, как у тебя это было. Вот, и я как раз первый говорю, Миш, у тебя есть команда, деньги, все заплачу, сколько там миллионов, скажи мне. Мишка, ой, не-не-не, у меня она очень занята там, но любые консультации без проблем там, все, ну, давай-ка ты сам делай. Спасибо ему, да, за это. Может быть, может быть и спасибо, да, и мы все это разобрались, я везде пишу, что Миш, спасибо, и более того, интересная вещь, он сказал фразу мне кулуарно, он нигде ее не писал, мы, говорит, делаем не конференцию, мы делаем бизнес-концерт, то есть он это слово сказал, да, и мы взяли, и вот это слово, это Мишин слово, то есть не мое, да, ты видел, оно написано там, бизнес-концерт в области там индивидуального строительства, и вот это вот слово, и как бы вот мы это, и мы при этом понимаем, да, что если это чисто конференция бизнесовая, да, это одна история, да, она очень полезная, но там нет вот этого света, там шоу вот этого всего, да, концерт, это обратная история, это что-то совершенно бесполезное, ну, как, так, может быть, для души полезно, но с точки зрения бизнеса, то есть ты просто сидишь, пассивно кайфуешь, кайфуешь, и все, а как бы вот это вот совместить, да, вот, и вот что-то, ну, что получилось, что получилось, ты был вчера, вот, если коротко можешь рассказать пару, только без лести, да, вот, ты как профессионал скажешь, а потом, пожалуйста, расскажешь свою историю, потому что мне лично очень интересно, как это все происходило. Смотри, во-первых, первое, что хочу сказать, я офигел немножко от зала, но я сразу понял, что у нас просто формат немножко ниже, в плане, знаешь, чего немножко ниже, бюджета, то есть, ну, нет у меня столько такого бюджета, вот, мышления нету, не бюджета, мышления. Да, мы же продавали, мы все купили, честно. Я знаю, я посчитал, ты думаешь, я не посчитал, я зашел в чат и везде все посмотрел, примерно прикинул. А, да, дай. Я купил билет за полтинник, изи причем. Так вот, это вот, кстати, о мышлении, 4 года назад, если бы мне сказали, что я купил какой-то билет, типа, там, прийти послушать кого-то за 50 тысяч рублей. Более-то ты мог мне написать, Саш, ну, дай там скидочку, а ты не сказал. Нет, конечно, это же, это момент, ну, такой, я могу себе это теперь позволить, вот, да, такая штука, вот, и поэтому надо пользоваться, деньги это всего лишь, короче, материя. Так вот, я пришел, все там, мне очень понравилась команда, она мне напомнила мою. А вам вот сюда, здесь я пойду вас провожу, там, то, все, все, ну, не знаю, за VIP это было или нет, не знаю, короче. Нет, это у всех, конечно. Это у всех, потому что они половину не знали, как бы, грубо говоря, вот. Это первое, то есть дух внутри, то есть иногда переходишь на симпатии, там, такие, знаешь, такие недовольные тебя встречают, короче, там, ну, просто жесть. Я, допустим, я из очереди вообще шоу делаю у себя, то есть всегда регистрация, очередь, я выхожу, с людьми разговариваю, раздаю им там воду, что-нибудь еще, ну, так далее. Вот, у тебя, я смотрю, ты прям садил за тем, чтобы не было очереди, они просто прям подбегали, покажите QR-код, там, то, все, провели меня сразу. Первое, это плюс, это прям хороший плюс. Дальше, парковка не понравилась, ну, фиг с ним, все нормально было. В 10 утра рано. Я это запишу, кстати. Да, я могу тебе прям список инсайтов записать. Так вот, нужно говорить, что регистрация с 10, а начинать чуть позже, то есть для того, чтобы люди начали знакомиться, то есть когда вот, когда начинается тусовка, самое же интересное, это все-таки тусовка, разговоры с людьми, вот. Очень круто было, сейчас по-хорошему, круто были приглашенные гости, я себе даже записал, вот эти вопросы, ответы на них, вот, это прям нормально, ведущий нормальный, у вас постоянный? Ну, вот уже получается, что, да, три раза подряд он… Некоторые спикеры рассказывали только про себя. Ну, я тебе более добавлю сразу себе, потому что мы собрали массу обратной связи, сейчас у нас специально бот опрашивал, дайте обратную связь. Здесь мы именно по самому контенту, а это, наверное, самое главное, мы, ну, как бы сильно не доработали. И в том числе… Аминь. Да, более того, более того, и лично меня критикуют, что ты, значит… Я увидел ту же самую презентацию, которая была на ЕЖС. А прикинь, два мероприятия рядом, плюс-минус месяц, и все, все абсолютно рассказали то же самое. Те же спикеры то же самое рассказали. Заметь, что в ВИПке на последнем выступлении, где мы были с тобой? Наверху, уже в этом. Уже в ВИПке мы сидели, просто уже все, все там были, и то же самое сделали в зале. То есть люди просто, те, кто особенно в теме, они ушли. И вот здесь самый большой косяк. В целом надо менять подходы, может быть, мы с тобой еще как-то отдельно, я у тебя спрошу совет, как конкретно их отбирать. Спикеров нужно ставить, интересного спикера нужно ставить, получается. Ну, вот, как я понял. Вторым, да? Ну, типа того. Чтобы успели прийти. Чтобы успели прийти, да, с одной стороны. С другой стороны, прям на хорошего приходят всегда, вот сто процентов. Особенно если вот, ну, как, приходят. В целом, круто, что до конца мы еще, я всегда обычно устраиваю вторую часть, типа автопоя, я собираю такие локации, где можно устроить тусовку после. Потому что ты же понимаешь, что там происходило в конце. Сколько бы людей, мы чуть не уехали все вместе куда-то. Вот, то есть, поэтому у меня прям вторая часть, это прям дискотека, концерт, там всякие певцы и прочее. То есть мы вот это прям делаем. То есть локация должна предоставлять возможность остаться людям, пообщаться дальше. Вот, то есть тут, поэтому тут проработка со спикером, а все остальное просто божественно. Ты представляешь, самая проблема, знаешь, что обидно, что большая команда работала, ты видел. Да. И, значит, все, все, что связано с дымом, этим, тайминга, все, это работали другие люди. А спикеров я взял на себя. То есть я их, ну, как бы договаривался с ними, потому что это же люди такие, понимаешь. Что там и косяк, я поэтому говорю, красивая картинка. То есть я сказал, ребята, вот вы все сделали хорошо, а то, что я взял на себя, то мы и профукали. Но, как бы, это не значит, что я такой плохой команды-то когда-то. Ну, самое круто же, что там люди познакомились. Вот я познакомился с целой кучей людей, например. Да, да, да. То есть, конечно, конечно. То есть в целом, да, в целом однозначно вот эту часть, это прям зона для роста. И мы обязательно это сделаем. То есть я должен уходить с чувством, нифига себе, вот так можно было, вот это, вот это инструменты, вот это класс, да. Кстати, у нас еще не так много, еще 15 минут с твоего позволения, но мы не успели обсудить и 5% того, что... Ты даже себе не представляешь. Тут у меня и про книгу, и про той. Это говорит о том, что придется нам... Ну, мы же зрители тоже, они же с ума сойдут. Конечно. Вот, поэтому мы придется еще раз увидеться. Каждый раз я после всех выступлений, после всех мероприятий, на которые я хожу, я себе записываю целую кучу инсайтов. Вот у меня вообще 1300 заметок, я постоянно пишу, пишу, пишу. То есть, ну, вот такой был путь. Ну, ты видишь, все предприниматели, они примерно одинаковые в этом смысле. Постоянно все записываешь, думаешь, как улучшить, как что-то. Да, да. Причем, я думаю, не только по мероприятиям, но и по твоему бизнесу, по всему. Что мотивирует тебя? То есть, потому что у меня люди, многие смотрят за мотивацией. Ну, вот так органически как-то получилось случайно. Вот. Что вот тобой двигается, что ты вот делаешь, предпринимательство, вот это все. Сколько вообще? Ну, то есть, у тебя, я думаю, все неплохо. Нифига себе, 300 домов там. Оборот какой-то? Сколько это? Оборот? Ой, ты даже, я, видишь, не помню. Около трех миллиардов. Да, я так и примерно посчитал, что да. Я думаю, что мотивация моя, я поставил себе цели очень амбициозные, да. И если бы они были просто финансовые, то у меня было бы неинтересно, честно говоря. Амбициозная цель первая, сделать компанию номер один по удовлетворенности заказчиков. А в стройке это сложно. Очень сложно. Стройка это место, где достаточно сложно прям полностью удовлетворить заказчика, да. И приходится иногда что-то переделывать и думать 10 раз перед тем, как сделать. И в общем, чтобы все было красиво. Это первая. Вторая задача сделать внутри себя, внутри нашей компании, чтобы у нас офисы были похожи на топовые западные компании, а-ля Google, там, где очень интересно, классно работать, классное пространство. И, как я уже говорил, приглашать друзей. И чтобы моя работа и работа других коллег, она была максимально разнообразна. Чуть-чуть построил, чуть-чуть хаус-бизнес-дэ сделал, чуть-чуть YouTube поснимал, чуть-чуть съездил в какое-то путешествие там, что-то посмотрел и так далее. Вот. И когда столько вот много всякой движухи, то это и мотивирует. Вот музыку ты видел. Да. Тоже наверняка, потому что без этого был бы... Я рэп читаю, я тебе покажу. Да, уже было бы чуть скучно. Что-то нужно еще какую-то, куда-то в сторону ходить, да, потому что иначе оно все как-то разбалансируется. То есть если ты тупо упираешься на какую-то вот, тупо строишь вот только дома и все. И вот, и у тебя, я думаю, можно перегореть тогда за какое-то время. Да. А вот когда ты что-то раз куда-то... То есть ты себе что поставил? То есть сделать компанию, которая будет удовлетворять клиента? Лучше всего. Лучше всего, да. Лучше всех. И... Это же точно не финансовый, ну, то есть я понял. Это не финансовая цель, да. Вот. Дальше. Компания, в которой работают самые лучшие специалисты. Да, то есть взять самых крутых ребят. В том числе и это касается маркетинга, ивентов, и все. Ну, самые лучшие, относительно лучшие. Ну, понятно. Очень хорошую команду, да. И с которыми мне приятно и интересно находиться. Это важно. То есть не отделять себя там от них, да, чтобы мне было самому с ним интересно. И я что-то просто как человек, там, как профессионал. И они вместе со мной росли, да, чтобы мы друга как-то обменивали. Ну, чтобы просто интересно жить было во всем этом. Я понял. Это... Я думаю, у тебя похожая история. Я не знаю, как это лучше... Однозначно, однозначно. ...как это лучше описать. Это как-то так простыми словами не опишешь, да, потому что это такое... В каком-то смысле это образ жизни, да, там... Так, слушай, ну тут еще надолго, у меня тут вопросов столько много, поэтому мы, наверное... Ну, давай один возьмем какой-нибудь. Я прям глубоко, я хотел и про ЕЖС поговорить вообще, куда идут все эти дома. Не, ну у нас, значит, реально часов на 10. У тебя утро понедельника было, теперь у тебя вечер пятницы, значит, будет эта передача. Вечер пятницы, да. Ну и потом посмотрим, как зайдет, дорогие зрители. Да, давайте так, мы напишем комментарии, мы парочку... Да, вы комментарии пишите, вам это интересно или нет. Как сам относишься к своим домам? Ну, я так понимаю, что ты живешь в таком доме и офис у тебя в таком доме. Да, да, конечно, то есть я делаю все как для себя. Какие нормы при монтаже используются, СНИП и Евро? Да, давай вот на это ответим, мое отношение к СНИПам. Давай. Значит... Вообще, в принципе, в том, что происходит у нас сейчас. Да, ну давай к СНИПам все-таки, да, потому что у нас это отдельно. Значит, СНИП – это некий регламент, некие документы, которые мы не обязаны исполнять. То есть сейчас нету, нет как бы механизмов, которые заставляют нашу компанию строить по СНИПам или не строить. И для меня, я всегда говорил, и сотрудники это знают, у нас даже есть конституция своей компании, в которой написано, что если ты сделал что-то некачественное, но это соответствует СНИПу, то ты все равно совершил ошибку. Ты совершил ошибку, верно. Какая разница? А я делал по СНИПу, ну и что? Наш СНИП неправильный. Или ты его применил неправильно, или ты не так его понял. И наоборот, если ты построил качественный дом, но он противоречит СНИПу, такое тоже может быть, ну просто противоречит и все. Например, там противопожарное, да, то есть там нельзя, допустим, в гофре в деревянном доме проводить электричество, например. А на Западе можно. И гофр не сгораемый, кабель ВВГ, НГЛС тоже не сгораемый, да. А вот значит СНИП неправильный. И мы будем так делать, да, то есть если это не влияет на качество. Теперь дальше. Вопрос сразу, а что такое качество? Потому что многие понимают, что качество это как раз то, что по СНИПу, а это разные вещи. А качество это очень простая история. Если с домом ничего не произошло, то значит он качественный. А если что-то случилось и заказчик вынужден обращаться и звонить к тебе, даже если он что-то не понял или что-то подумал, что что-то не то, да что-то там стало гудеть, а ты им будешь говорить, не-не-не, так должно. Так не должно, если его это забеспокоило. То если что-то происходит, значит оно некачественное. Если ничего не происходит и гарантированно ничего не происходит, да, если кровли не протекает, если ничего не шумит, ничего не трещит, геометрию не меняет. Ничего, да, это и есть качество. Вот, поэтому мое отношение к СНИПам. Но, а вот теперь как построить качественный дом? Как правило, действительно выполнения СНИПова достаточно. Зачем изобретать, если уже что-то сделано? Это такая, можно сказать, советская школа, да. Часть из этого советского актуальна, и оно до сих пор… Есть фундаментальные знания. Да, потому что иногда оно опирается банально законной физики. Зачем тебе изобретать новые законы физики, если в Советском Союзе ученые все посчитали и все написали. Вот, часть этих вещей устарела, естественно, да, и оно неприменимо. Иногда излишне они требуют надежности, перенадежности. И современные строительные материалы, и современные подходы позволяют сделать меньше и хуже не будет точно. Но это уже надо понимать, что ты делаешь, ты должен быть очень крутым, чтобы сказать, что здесь не выполняйте вот это. Это ответственность-то серьезная. Вот, часть СНИПов недостаточно. Например, в нашем случае, если мы делаем фундамент, по СНИПам перепад 2 сантиметра может быть на длину дома. Вот, и это будет считаться правильно по СНИПам. Для нашего строительства этого недостаточно, потому что дом все равно будет кривой, да, и придется подливать и так далее. Поэтому мы требуем максимум 10 миллиметров, перепад по всему. Почему? Ну, потому что вот так мы решили. Нам вот то недостаточно. Ну, то же самое там марка бетона, набор прочности, мы делаем лучше, чем СНИП. А в некоторых случаях меньше, чем СНИП мы можем делать. Ну, опять же, если мы понимаем. Так что отношение такое, это хорошая основа, за что зацепиться. Но я бы не взял, не считал это прям совсем догмой. Я понял. Вот такая интересная вещь. А ты как к СНИПам относишься? Примерно так же? Слушай, смотри, что касается внутренней отделки, ты знаешь, их меняют, если честно. Если прям хорошо залезть в СП и хорошо посмотреть. Мы сейчас-то вот благодаря Академии мы очень сильно залезли. И более того, мы общаемся с людьми, которые меняют их и обновляют. Вот до такого мы уже дошли, что мы прям общаемся с этими ребятами. Да, и вы как-то сами влияете на это. Ну, еще пока не совсем влияем, но, во всяком случае, мы уже с ними разговариваем. А это уже большое, это уже очень много. Мы уже с ними разговариваем. Мне сложно ответить на этот вопрос. Кто я такой, чтобы сказать, что нет, это все дерьмо? Да, я согласен. Вот, кстати, такая аналогия пришла с правилом дорожного движения. Потому что, как бы, вот нужно ли выполнять правила дорожного движения? Ну, как бы, вообще-то в базовом варианте нужно. То есть не нужно ездить на красный свет, если там помеха справа, слева. Ну, знаете все эти вещи. Но гарантирует ли выполнение правил дорожного движения, например, человека от ДТП? Думаю, что нет. Потому что он скажет, а я по правилам ехал. Ну и что? Машину занесло, потому что здесь по правилам 90, а ехать нельзя по льду 90. Ну, например, да? То есть где-то ты должен более, а где-то тупо там… Ну, здравый смысл, он должен присутствовать во всем. Пешехода видишь, да, ты ему должен уступать, но он еще там, еще ему 5 метров идти, 10 раз проехать. И вообще он пьяный. Ну, или он пьяный там не идет. Вот, и что, ты будешь его стоять тут 2 часа ждать? То есть где-то что-то… Есть места, где ты должен противоречить, ну, как бы не выполнять эти правила, так скажем. И это правильно. А где-то ты должен их выполнять, но считать, что давайте вообще отменим все правила. В Японии есть правила, если ты никому не мешаешь абсолютно, ты можешь нарушить любое правило. У них там прямо в правилах это как-то написано, да. А в Европе, в Америке, например, поворот направо всегда, знаешь, наверное, да, всегда разрешен. То есть если ты никому не мешаешь, направо поворачивай на любой свет. А у нас да. Вот, то есть, ну, логично, да. Но вот действительно это… Ну, просто у нас ментальность. Если ты никому не мешаешь, да я никому не мешаю вообще. Да, да, да. У меня тонированный Мерседес. Что мне вообще все равно? Кстати, зависимость то, как можно ехать от машины, мне кажется, это чисто наше российское. Конечно, да это работает. Если бы это не работало, я могу тесать по себе, это работает. Это очень хорошо работает. Потому что, да, значит, как это прикол такой про билеты, да, значит, там кто кому выступает. Так, а почему не написано, кто на какой машине? Да, да. Это же тут… Так, ну что ж, надо бежать. Да, очень приятно было. Что, надо что-то сказать? Ну, не знаю, напоследок ты можешь стать что-то молодым ребятам. То есть, как бы вон в ту камеру. Да, молодые ребята, ну и взрослые тоже. Спасибо большое, что вы нас смотрели. И дальше, пожалуйста, напишите в комментариях, стоит ли нам продолжать, потому что у нас… Если что, мы к тебе в гости приедем. Да, во-первых, в гости. Во-вторых, я чувствую, что мы не договорились с тобой. Конечно, не договорились, мы даже не дошли до книги, мы не дошли ни до чего. Видишь, я даже ознакомился. Да, то есть у нас много тем, поэтому напишите в комментариях, надо ли нам продолжать, смотрите ли вы нас. Если надо, то мы тогда продолжим. Да. Правильно? Да. Всем пока. Пока. Стоп снято. Субтитры сделал DimaTorzok.